В Кремлёвских верхах воцарился всецело минорный лад. Негативный исход для страны от волюнтаристского курса «Кучки поджигателей войны» уже воспринимается как неминуемая данность. При этом, поскольку российский народ не проявляет каких-либо внятных и массовых признаков антипутинской активности, то именно рядовых обывателей вне политики легко сделают крайними в плане разделения бремени ответственности. Тема круговой поруки всех россиян планомерно вводится в мейнстрим. Верно ведь? Кто не против нас, тот с нами. Как пришла повестка, никуда он не побежал. И они с другом в этот же день поехали в военкомат. Самая важная поддержка нашей семьи в том, что дети могут бесплатно посещать детский сад. И выделение дров, деляны вне очереди. Перед лицом неотвратимого международного трибунала Путинцы хотят врасти в народ. Хотят представить диктатора Мясника и его кровавых выдвиженцев в качестве служителей народа-богоносца. Не зря мы боролись. Не зря пацаны гибли. Спасибо вам. В российской вселенной тотальной абсурдности – это совсем не сверхзадача. Единственной целью теперь является не загреметь в Гаагу. Причем, оказывается, эта проблема касается 100% россиян. Вероятность проигрыша в войне уже не тайна за семью печатями, а вводная политических реалий. Времена непростые, все все понимают. Это же ежу, понятно. Проигрыш надо допускать. Надо уметь смотреть правде в глаза. Российский режиссер Карен Шахназаров, который давно бросил снимать кино и в последнее время превратился в заурядного шута, выступающего на ток-шоу у Соловьева, в последнее время как-то поистратил былой пыл. Он уже не грозится захватить всю Украину за три дня, а начинает понемногу готовить российскую аудиторию к мысли о том, что Россия может и проиграть. Это действительно ситуация, которая грозит нам самыми тяжелыми последствиями в случае нашего проигрыша. А проигрыш надо допускать. В последнее время вот эта мысль о том, что проигрыш тоже надо допускать, стала звучать в эфире российских государственных телеканалов все чаще и чаще. Причем теперь эта мысль звучит даже вот в этих пропагандистских ток-шоу, где раньше когда-то и мысли такой не допускали. И рассказывали исключительно о величии России, с которой вообще никто не может сравниться. Но посмотрите, как теперь поменялись настроения и как теперь они заговорили. Я не согласен с теми, кто говорит, не надо, мы победим. Не знаю. Я не знаю. Теперь они уже не знают. Хотя, как мне кажется, уж он-то все как раз прекрасно знает и понимает. Надо уметь смотреть правде в глаза. Надо смотреть на свои сильные, слабые стороны и видеть, как это. Мы общество сегодня не организованное для такой войны. Не организованное. Потому что такая война, какая битва со всем западом. Ну слушайте. Бедный Путин так старался. 23 года наводил порядок, а неблагодарное общество не оценило и не организовалось. Ну вы поняли, да? Улавливайте мысль, к чему они подводят. То есть, когда они проиграют, виноватым объявят не Путина, а плохой народ. Ну, мол, знаете, Путин, он вообще придумал такой хороший план. Такой хороший план, а вот это неблагодарное общество просто не оценило и не организовалось. Хорошо организованная сила, великолепная дисциплина. Это решает все. Этого сегодня в нашем обществе нет. Просто дисциплины в обществе нет. Понимаете? Ну, они вот старались, закручивали гайки, 20 лет наводили порядок, пересажали в тюрьму оппозицию, позакрывали неугодные СМИ, а порядка как не было, так и нет. Поэтому, конечно, нужно еще сильнее закручивать гайки, вообще вот всех пересажать, запретить просто весь интернетом, весь ютуб. Вот тогда-то точно наступит порядок, тогда точно сработает. Но дальше там началось вообще что-то просто невообразимое. Шахназаров заявил, что, оказывается, Зеленский это не клоун и не марионетка Запада, а очень коварный, умный и расчетливый соперник, которого в России недооценили. К Украине надо, конечно, относиться, и к Зеленскому надо относиться серьезно. Он опасен, он не прост, он энергичен, он, как говорится, в этой истории играет большую роль. Он не просто марионетка, которым это. Это тоже не такой, мне кажется, самообман есть такой. У меня такое впечатление, что он записался в предвыборный штаб Зеленского и начинает агитировать за него на выборах. А помните, как они рассказывали про горстку наркоманов? Помните все эти шутки про клоуна, про комика? Куда они все подевались? Что-то как-то не смешно уже, да? Из всего этого Шахназаров делает вывод, что в России скоро, весьма вероятно, начнется революция. Мол, ну пока еще, конечно, все тихо и спокойно, но в 1916 году ведь тоже все было тихо и спокойно. А потом за несколько месяцев все посыпалось. Действительно, ситуация для нас опасная. Не надо обольщаться в том смысле, что сегодня, да, сегодня общество стабильно. Это да. Слушайте, ну, общество стабильно в 1916 году было еще. Весьма стабильно оно было. А потом раз, вдруг выяснилось, что нестабильно. Это опасная ситуация. Короче, пранк под названием «Киев за три дня» постепенно вышел из-под контроля. И теперь люди, которые на ровном месте, вообще непонятно зачем и для чего, год назад начинали эту войну, жалуются, что оказывается-то все идет не по плану. Оказывается, у них теперь проблемы. Ай-яй-яй, как же так получилось? Даже он все еще и к революции приведет, в конце концов, и к развалу страны. Очень невероятно. Никто просто не мог этого спрогнозировать. Все же думали, что взять и просто так напасть на соседнюю страну в 21 веке, это отличная идея. Повраждовать со всем западом, от которого Россия тотально зависит вообще во всем, прекрасная идея, что могло пойти не так. Ну, то есть они на полном серьезе реально недоумевают, они не могут понять. Причем до них уже начинает доходить, какими последствиями все это обернется, чем это закончится. Они уже это допускают, об этом прямо говорят в эфире, но не останавливаются. Ну, казалось бы, если ты понимаешь, что все идет к тому, что сейчас 1916 год, а будет скоро 1917 повторение, ну, надо же, наверное, остановиться. Может быть, хватит, да, может, пора прекратить, там, перемирие подписать, вывести войска, заниматься своей страной, налаживать там ситуацию, чтобы не было этого социального взрыва и так далее. Ну, логика же такая, но нет, они продолжают. То есть они понимают, что дело идет к катастрофе, понимают, что они проигрывают, открыто об этом говорят, но остановиться они не могут. То есть спасти ситуацию пока это еще возможно. Они не могут или не хотят, или вообще, я не знаю, что им там отшибло. Короче, они не рассматривают такую опцию в принципе. Они просто говорят, да, мы идем в пропасть, ой-ой-ой, будет революция, и продолжают туда идти. И я даже не знаю, что по этому поводу еще сказать. Масштаб катастрофы, который обернется наша страна, если мы умудримся это сделать, он, ну, даже его представить себе нельзя. Пособник ли он путинского режима или мимо проходил, неважно, виноватыми будем все. Поэтому и исходим из того, что на кону стоит, в прямом смысле слова, и существование страны, и существование каждого гражданина Российской Федерации. Поэтому и исходим из того, что на кону стоит, в прямом смысле слова, и существование страны, и существование каждого гражданина Российской Федерации, и наша жизнь, будущее в том числе. Зачем Западу такое вообще нужно? Тем более после демонтажа путинизма и освобождения России от существующей скверны ответа не найти нигде. Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас в колонии. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов. Таким же образом, кремлевская пропаганда так и не ответила на вопрос о сиюминутном приеме частично оккупированных Донбасса Херсонской и Запорожской областей. Нет-нет-нет, поверьте мне, ничего подобного никто не планирует. А потом РФ от несварения стала отрыгивать куски территории, которая не способна контролировать. А постройка засечной черты в Белгородской области и вовсе не поддается логическому объяснению, лишь дополнительно подчеркивая средневековый характер гибнущего режима. Рабочий день губернатора начался с осмотра засечной оборонительной черты. Внутри разбалансированной системы усиливается несогласованность. Песков заявляет, попытки Запада учредить трибуналы по Украине не будут иметь легитимности, не будут приняты Россией и будут осуждаться. А Медведев вдруг твердит о колоссальной задаче россиян сохранить самих себя, страну и своих людей. Ни много ни мало. Самая настоящая, экзистенциальная задача, которой до полномасштабного вторжения отродясь не было. Как же так, кормильцы? Мир в буквальном смысле теряет Россию, которая только начала выселять людей из трущоб. Для наглядности тут же карта, где нас режут на 17 кусков и кусочков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok